Неспокойной выдалась ночь для пациентов Кировского противотуберкулезного диспансера. Вспыхнул один из корпусов. Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Четверо погибших и 13 пострадавших в ГИБДД подвели итоги уходящей недели и предупредили водителей быть особенно внимательными. В Кирове ожидается ледяной дождь. В Нововятске под ЖД переездом построят тоннель, а в области новые мосты. В правительстве региона рассказали о планах на ближайшие пять лет. Россияне все больше копят и все меньше тратят. С чем это связано и чем чревато, обсудим с экспертами. Наловили на статью. Транспортные полицейские поймали двух браконьеров на вятке. Что им грозит за незаконный лов рыбы. Самый желанный и приятный подарок после свадьбы. В России предложили ввести повышенный кэшбэк для молодоженов за путешествия по стране. Пациенты Кировского областного противотуберкулезного диспансера сегодня ночью не спали. В половине третьего сработала пожарная сигнализация. Люди не знали, что делать, поскольку медперсонала нигде не было. Об этом нам рассказали сами пациенты медучреждения. Из окна они увидели, что к зданию подъезжают пожарные машины. Как выяснилось, возгорание произошло в поликлинике тубдиспансера. Около 20 минут спасатели боролись с огнем, говорят очевидцы. По их словам, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Вот мы все отделились на всякий случай. Собрали документы, что если вдруг нас будут выводить, мы были готовы. Сидали, ждали, когда нам кто-то что-то скажет. Можно ли вообще идти спать, ложиться и вообще что делать. Мы потом увидели, что они потушили, что пожарные начали складывать оборудование и поняли, что все, наверное, нормально, все потушили. Четыре человека погибли и 13 получили травмы в ДТП на территории Кировской области. В госавтоинспекции подвели итоги уходящей недели. Всего в регионе произошло 10 аварий. Все дорожные происшествия, которые зафиксированы в Кирове, были связаны с наездами на пешеходов. В ГИБДД советуют водителям быть особенно внимательными за рулем, особенно в сложных погодных условиях – в снег и дождь. В первую очередь необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям. Прежде чем совершить любой маневр, необходимо убедиться, что он действительно безопасен. Если есть возможность, откажитесь от поездки на дальнее расстояние. Кстати, если вы сегодня без проблем добрались до работы, считайте, что вам повезло. С утра в Кирове шел сильный снег, на дорогах образовались пробки, а синоптики предупреждают – возможен ледяной дождь. Тем временем в мэрии отчитались на дороги и тротуары, вывели всю технику и всех дворников. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, подходам к пешеходным переходам, спускам и подъемам, остановкам общественного транспорта. Глава администрации Вячеслав Симаков отметил, что к очистке некоторых участков претензий нет, но где-то уборка не проводится вовсе. Он поручил направить все силы на расчистку города от снега, а на жалобы кировчан оперативно реагировать. Горожане написали в соцсетях, что плохо очищены путепроводы и подходы к остановкам у кольцевой развязки на улице Павла Корчагиной проезжей. Руководители теруправления сообщили, что поступают жалобы на уборку дорог в сельских населенных пунктах, к примеру, из Слободы-Никольской и частного сектора микрорайона Чистые пруды. В ближайшие пять лет в Кирове построят тоннель под железнодорожным переездом в Нововятском районе, мост через реку Чепцу в Кирово-Чепецком районе и другие объекты. Об этом стало известно по итогам заседания правительства региона. Там обсудили пятилетнюю программу развития транспортной инфраструктуры Кировской области. В 2023-2027 годах запланировано строительство и реконструкция четырех крупных объектов. Два из них – тоннель под ЖД-переездом в Нововятском районе и мост через реку Чепцу. Строительство транспортного перехода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Нововятском районе позволит решить многолетнюю проблему пробок на этом направлении. На эти цели выделено 3,2 миллиарда рублей. Строительство объекта запланировано на 2024-2026 годы. Также в пятилетнюю дорожную программу включены строительство мостового перехода через реку Чепцу Кирово-Чепецка на дороге Кирово-Чепецк-Слободской. Реконструкция моста через реку Пижму на дороге Кирово-Советск-Яранск. Реконструкция дороги Кирово-Чепецк-Слободской на участке автодороги Кострома-Шарья-Киров-Перьм. Это общий федеральный тренд, создание пятилетных программ по развитию строительной, дорожной и транспортной инфраструктуры. Теперь у нас, по крайней мере, понятно ориентировка, куда мы должны двигаться. Меньше тратят, больше копят. Экономисты зафиксировали изменения потребительского поведения населения. Если в первой половине 2022 года люди стремились потратить деньги, чтобы спасти их от обесценивания, то к концу календарного года ситуация развернулась в противоположную сторону. Россияне начали откладывать деньги, тратить стали гораздо меньше. Причем многие решили хранить сбережения наличными дома. Количество вкладов в банки не увеличилось. Эксперты связывают такую тенденцию с падением доходов населения, а также с их желанием иметь подвижную финансовую подушку. Отказ от покупок привели к падению спроса, а это, в свою очередь, может привести к снижению объемов производства. Мы увидели в 2022 году, в конце года, падение потребительской активности. В январе произошел оскок потребительской активности. Люди вернулись в магазин и начали тратить денег, больше денег, но при этом потребительская активность на уровень января прошлого года не вернулась. То есть в определенной степени мы имеем падение потребительской активности по многим категориям на 10-20%. Сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров на реке Вятке. Оба орудовали в Арбашском районе. Один из них незаконно добыл рыбу, породу стерлить, причинив тем самым ущерб окружающей среде и природоресурсному потенциалу Кировской области на сумму более 18 тысяч рублей. Чуть ранее на том же участке реки задержали 47-летнего мужчину, который сетью ловил рыбу. Сумма ущерба составила 5800 рублей. Отделением дознания Кировского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом Б части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание предусмотрено санкцией данной статьи. Лишение свободы на срок до двух лет. Свадебное путешествие с пользой для семейного бюджета. В России планируют возвращать деньги за медовый месяц молодоженам. Речь о повышенном туристическом кэшбэке. С предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В своем обращении к вице-премьеру Дмитрия Чернышенко политолог ссылается на программу кэшбэка по России, которая предусматривает возврат туристам с 40% от стоимости поездки на Дальний Восток и 20% в другие регионы. Орлов предлагает возвращать молодоженам, которые отправятся в путешествие по стране в течение шести месяцев после свадьбы, кэшбэк в размере 50% от стоимости поездки, но не более 50 тысяч рублей. Нет ничего желания для молодоженов, чем отправиться в самое свадебное путешествие. Ну а если еще и государство, и правительство подумает о молодых семьях и вернет им повышенный кэшбэк, это будет прекрасный подарок, лучший может быть даже подарок для людей, вступивших в брак совсем недавно. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. И пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а в 13.15 программу Папа Джайзер. У меня на этом все. В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!